Сначала сделаем краткий обзор видео с канала ММКрипта, в которых идет речь о заработке во время сезона альткоинов. Реальная доля биткоина на рынке может составлять в разы больше, чуть ли не 90 или 95%. Прости, Тон Вейс, ты часто попадаешь в наши ролики, но в этом вопросе мне с тобой не по пути. Рад приветствовать на канале Коинпост. Новый год принято начинать с прогноза по биткоину, но ведь на рынке есть и другие криптовалюты. И если вы не адепт учения Тона Вейса и не верите в исчезновение всех альткоинов, включая Эфириум, Экзерпи и Лайткоин в этом году или в крайнем случае в следующем, то сегодня мы хотим поговорить о том, как можно заработать на этих самых альткоинах. Видео разделим на две части. Впервые разберем серию роликов Криса с канала MMCrypto, где он делится своей стратегией увеличения прибыли за счет перехода из биткоина в альткоины. А затем я расскажу, как отношусь к его рекомендациям и жду ли сезон альткоинов в 2020 году. Кстати, мы уже почти закончили первую стадию по захвату мира, поэтому жмите на кнопку подписаться и вступайте в ряды нашего крипто-сообщества, чтобы не пропустить самое важное. Мы начинаем! Сначала сделаем краткий обзор видео с канала MMCrypto, в которых идет речь о заработке во время сезона альткоинов. Рекомендация номер один. Покупать во время преодоления биткоином исторического максимума цены. Последний такой лучший момент был в феврале 2017 года, когда биткоин перебивал свой исторический максимум в 1000 долларов. В результате этого события на рынке возник интерес новых инвесторов, и они покупали не только биткоин, но и остальные криптовалюты, что потащило их цену резко вверх. И как следствие, доля биткоина на рынке упала с 86% до 32% в начале 2018 года, когда биткоин уже прошел свой пик, а альткоины как раз добирали до максимальной цены. Совет номер два строится на таком хитром индикаторе, как Mare Multiple, который по информации его создателей должен указывать на медвежий или бычий рынок, а также предсказывать надувание нового ценового пузыря. А также Крис обращает наше внимание на то, что реальная доля биткоина на рынке может составлять в разы больше, чуть ли не 90 или 95%. А причина этому очевидна, ведь подавляющее большинство других криптовалют на рынке, так считает Крис и так считаю я, это просто бесполезный и бесперспективный мусор. И если исключить их из расчета, то доля биткоина будет находиться на своих исторических максимумах. Теперь смотрим на индикатор Mare Multiple и сопоставляем его с графиком доли биткоина. Часто этот параметр называют доминация. Дополнительно накладываем 200-дневную скользящую среднюю и получается, что когда Mare Multiple выше этой линии, то это сезон биткоина. Он растет быстрее остальных криптовалют и его доля на рынке увеличивается. А когда 200-дневная скользящая средняя ниже индикатора, тогда растет доля альткоинов. И это указывает на перетекание капиталов в другие криптовалюты. Теперь у нас есть уже два признака начала сезона альткоинов, но Крис буквально недавно нашел еще один и строится он вот на этом графике. Здесь сочетается цена биткоина, соотношение капитализации биткоина и альткоинов и недельный индекс RSI. И как показывает и рассказывает Крис, рост альткоинов начинается во время ухода линии RSI ниже нуля. Но нужно смотреть не только на это значение, а также на фазу рынка биткоина. Ведь это правило не работает на нисходящем тренде. И оно не работает даже тогда, когда биткоин просто находится на ранней стадии рыночного цикла, как это было в прошлом году. Пользоваться стратегией Криса или нет, каждый решает сам. А мы переходим ко второй части ролика, где я расскажу, что думаю по этому поводу и вообще о альткоинах. И еще тут команда говорит, что они все очень старались и будут рады, если вы поставите им лайк за работу. Продолжаем. Несмотря на мою любовь к биткоину, я не отношу себя к биткоин максималистам и вполне могу представить будущее, в котором существуют другие криптовалюты. Прости, Тон Вейс, ты часто попадаешь в наши ролики, но в этом вопросе мне с тобой не по пути. Касательно стратегии Криса можно сделать быстрый и поверхностный вывод, мол, посоветовал покупать, когда биткоин будет пробивать максимум цены. В данном случае это 20 тысяч долларов. Тоже мне рекомендация. И так понятно, что после этого на рынок ломанется новый народ, который будет покупать все, что увидит. А еще выгоднее покупать заранее, когда биткоин только будет идти к пробитию текущего максимума, ведь тогда цены на альткоины будут еще ниже, и вы получите больше профита. Однако к графикам от Криса стоит присмотреться, ведь в 2019 году у нас уже была одна обманка. Альткоины тоже росли вместе с биткоином, но они и близко не приблизились к своим пикам. Более того, по итогу года хороший рост показал только биткоин. Поэтому крайне важно понимать, собрался ли биткоин устанавливать новые рекорды и тянуть за собой рынок. Или это фальстарт, после которого нас ждет сильная коррекция и впечатывание альткоина в дно. К слову, если по эфиру биткоин кэш и лайткоину самый выгодный момент для покупки все же был в декабре 2018 года, то по XRP это был декабрь 2019. Так уж получилось, что у этой монеты оказалось двойное дно. Но это данные на момент подготовки видео, и если цена биткоина отправится вниз, на встречу с 200-недельной скользящей средней, то альткоины снова могут опуститься на дно или ниже. Учитывайте этот момент, если соберетесь в них инвестировать, и помните, что нужно всегда делать собственный анализ, и порой лучше купить дороже, чем остаться вне рынка, когда он улетит на луну. Напишите в комментариях, верите ли вы в альткоины, и напоминаю, что каждая ваша подписка и лайк приближает To The Moon и захват мира биткоином. А на этом сегодня все. Спасибо за просмотр. Канал Коинпост. Подписывайся и просвещайся. Субтитры сделал DimaTorzok